Привет, зрители! Сейчас у нас 2 часа 17 минут Я тут ласты склеивала с утрица раннего Третья склеила, что я тут потеряла досаду Конечно, не заехала Потому что даже кушаться смогла Только вот сейчас У меня тут типа завтрак Ворожок козий, простоквашка козья Не поверишь, я думала тут Красная смородина переваренная А это по ходу дела Мариновая варень И короче, там у меня Чайник заваривается Утиная шейка поставила вариться Сегодня у нас довольно тихо На удивление Кода моно Ису, в смысле Кстати, я вот вспомнила, что у меня в детстве был стульчик На котором я сидела и хавала Его делал дедушка Сначала он делал для своих дочерей Моей мамы и тети Точнее, моей тети, потом моей мамы Потом на его юзала, наверное, моя старшая сестра Потом я Потом моя младшая сестра Потом, наверное, его юзал еще кто-то Не знаю, я его больше не видела Короче, сегодня у нас Специально для тех И злобных людей Которым не хватает сна Я сначала думала писать это видео Потом я думаю Блин, вообще-то это видео такого типа Любят смотреть кучу людей И большинство из них адекватные Хорошие, нормальные люди Даже адекватные Даже те, кому не хватает времени на выспаться Они все равно нормальные Потому что Я в телегу писала И добрые люди по натуре своей И все это идет из детства А есть Ну просто, в общем Им так удобнее Как бы Просто видео было Помимо Хавчика Про то, как одни уроды Искурочили мне велосипед Я ожидала в комментариях Ну Или типа Лёля Ну да Мы тебе сочувствуем Что-то такое Вот в этом теле Или что-то Относительно самого Хавчика С игнором Этой моей проблемы Или ну В самом крайнем случае Какие-нибудь хейтерские высеры Что типа Вот да Ты такая суперплохая Записала Сто двадцать пятый Хавчик подряд Ну какой-то там По счету Хавчик Учитывая, что раньше Вот до недавнего времени Я еще думала Что-то Когда я вспомнила Что двадцать второго числа Было двадцать второе число Это семь лет канала было Что может записать видео Как у меня менялся канал Ну как в моем восприятии Для меня Или для меня менялся канал А потом что-то думаю Ну может что-то записать там К истории Знакомства Которое так все еще Не записала там Или еще чего-нибудь Ну короче Если вдруг кому-то интересно Я могу даже под хавчик Это записать Как вот Сказать Как для меня Именно Для моего восприятия Изначально был канал И как он был Ну как бы его рост Челка Никогда не ходите В Камильфу Где Не понимают Что Каре Это вот как сейчас Они То как мне сделали И челку Если говорят Не надо То все-таки Единственное не надо Короче говоря Было два комментария Сначала На мое несчастье Я прочитала Сначала Один большущий вычер И только потом Прочитала Добрый комментарий От зрителя Но у меня уже Заявилось желание Пожрать на камеру Кому Религия Запрещает И отсутствие Сна Или Ну кому Религия Запрещает Видеть добро Там где оно есть Даже не удосужится Конечно Забить поиск Происходение Этимологическое Происходение Слова личинка Видите Вот Как воспринимают Это слово я И как воспринимают Это слово Те Которые Я даже Каменты Наверное Не только Прочитаю Но еще И скиншотики Вставлю Вот как бывает Снимают видеоблогер Там Обмен со зрителем Да И там Комментарии Такие вылезают На экранчик В монтажной ленте У меня тут Кусочек Дорога Упал Когда я Из-за пакетика Его Вытаскивала Сюда Пакетик Я не убрала Кошка Почему-то На него Не соглазнилась Короче говоря Где у нас Тут Толфеточки Вот Уменьшительно Расскательное От слова Личина Личина Это что-то Взрослое А личинка Это что-то Маленькое Хорошее Как это Восприняли Те Которые Высрали Мне в каменты Свой негатив Особенно Те Которые Высрали Что-то Большое И там Не знаю Сейчас Ютуб Уже Не удаляет Каменты На удивление Обычно Теперь Снова Удаляются Самими Зрителями Мне Это всегда Такие люди Удивляли Которые Напишут Какую-нибудь Гадость Она прилетит На мыло И ее Потом Удалят Это удаленный Камент Называется В блэкерской Сфере Там Где Просто ЖЖ ЛДР Ну По крайней Мере В том Сленге Который Мне попался Когда я Общалась Иногда И не только Виртуально И с переходом В реал С теми Людьми Которые Использовали Такой Происсождение Личина Можно Конечно Приписать Еще Всякие Разные Грубые Формы Но Если Вы Сначала Видите Мусор На дороге А потом Замечаете Что Рядом Что Хорошее То Ваше Мировоззрение Такое Идет От слова Лик Либо Лицо Не зря И сразу Такая Лицца До Старшего Восемнадцати Лет Да Ходиться Младше Восемнадцати Лет Вполне Можно Назвать Личинками Все А У меня Супчик Нет Кстати Смысл Не Супчик Надо Найти Ложечку Ну 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 Так Вот У меня Там Один Камен Был Таня С Советом Рецепта Хорошо Спасибо Потом Другой Камен Был От Человека Который Участвовал Мне кажется В прошлом Стриме В чате Я там Периодически Говорю Это слово Личинки А Личинусы Это Я не знаю Кто-то Из вас Камен Оставлял Периодически В том же Потому Что Лёля Вот Здесь Я узнала Много Нового И Не Только О себе Потому Что Лёля Чарльд Хейтер Она Ненавидит Детей И Пытается Эту Агрессию Выразить Это Видно По Многим Ее Видео Она Не Понимая Что Назвав Детей Личинками Животными Из рода Червей Насекомыми Ничем Не Отличаются От Этой Самой Личинки Это Насколько Надо Быть Злым Человеком Чтобы Вот Это Написать Мне В Комментариях Ник И Эч И Ц Эч И Комментарий Удален По Крайней Мере Я В Переходе На Канал Не Нашла Его Дорогуша С Аватаркой Зеленых Туфелек Лодочек Салатовых Даже Если Ты Настолько Злобная И Ненавидишь Детей Я Тебе Зачувствую Найди Себе Немного Времени На Сон Потому Что Я В Принципе Хорошо К Людям Отношусь Если Было Иначе Этого Канала Не Было Немножко Проблем Наварить Мясо К тому Я Что Не В Курс На Хоть Я Сколько Утка Варится Утиная Шея Сколько Варишься Варишься Полтора Часа Не Допуская Сильного Кипения Чтобы Гульон Не Мыть Нет Обалдеть Это Мне Надо Было На Самый Маленький Глаз Ну Ладно Пусть Кипят Теперь Я Знаю Что Утиные Шейки Лучше Делать Медленноварки Как Я До Этого Дела Перед Этим Камен Человека Про Который Говорило Что Мне Кажется Что Она Была На Стриме Я Прямо Вот Из Этого Прочитаю Со Странички Да Кстати Спасибо Светлана Желенко За Добрый Комментарий Для Этого Комменты Оставляю Вы Оставляли Тоже Очень Приятно Читать Молодец Солик Все У тебя Четко Живешь В твоей Жизнь И Ни На Что Не Обращай Внимания Ни На Какой Негатив Ну Естественно Моя Политика Ганала Теперь Такая Оставлю Сердечки Да Затем Ну Всем Бодря Потому Что С другой Страны Посмотреть Это Набраться Смелости Чтобы Сделать Ту Пакость Которую Сделали Люди С Моим Велосипедом Либо Надо Набраться Смелости Чтобы Сказать Какую То Пакость Не В Лицо Ну На Канале Какую То Пакость В Общий Доступ Человеку Который Вот Что То Дело Для Допустим Тебя Того Кто Гадит В Каменты Это Же Смелость Поэтому Надо Написать Одобрение Это Я Подумала Просто Знаете Я иногда Что-то Смотрю И Дико Бомбит Мне Это Не Нравится И Я Не Досматриваю А Если По Какой То Причине Мне Это Надо Досматрить У Меня Нет Желания Написать В Комментариях Какую То Гадость Это Человек Пытается Обратить На себя Внимание Видимо Это Идет Из Детства Как И Влад У меня Под окнами Гуляет Человек С ребенком И качает Его на Качельке Я не знаю Это один и тот же Ребенок Или Разные Дети И у них Просто С одним Ребенком Гуляет Бабушка С другим Ребенком Гуляет Мама С кем То Еще Гуляет Папа И Еще Какой Дедушка Гуляет Со Своим Внуком Они Качают На качельке Его Там Все Тихо Мирно Общаются Никаких Громких Уров А бывают Те Как В Ребенком Такими Эпипедами Да Еще И со Смыслом Что Кажется Ну А Зачем Ты Контрацептивом Не Пользовалась Если Сейчас Тебе Уже Не Нужно То Что У Тебя Вкусилось Ребенок Не Понимает Не Понимает Что Мама На Не Орет Особенно Без Причины Он Пытается Привлечь Внимание Хоть Каким То Образом А Учитывая Что Он Видит Вблизи Себя А Дети Они Как Бузя Все Впитывают То Таким Способом Он И Пытается Привлечь Внимание Конечно Они В каком-то Плане Не Виноваты Что Они Орут Под Окнами У Совершенно Левых Людей Подсознательно Пытаясь Привлечь Внимание Тех Кого Надо Но Это Довольно Проблемно По На Звук Так Вот Люди Которые Анонимно По Большей Части Ну Крайне Редко Когда Человек Пишет Со Своей Ватаркой Своим Имем Какой Нем Пагас Каментах Занимаются Подобным Я думаю Им Действительно Не хватает Внимания В своей Жизни Даже Став Взрослыми Скорее Всего Их Родители На Них Примерно Так Ж Реагируют Как И В детстве И Конечно Все Печально Не Всем Повезло С мамой Папой Короче Не Всем Повезло С семейкой С мамой Допустим Как Мне Как Моему Окружению Которое У меня По большей части Было Но Допустим Моя бабушка Очень Не хотела Чтобы Не то Чтобы Не хотела Она была Вроде Что Моя мама Родила Меня Вот Именно В таком Ситуации А они В другой Скажем так Вне Официального Брака При этом Разведясь С первым Мужем Я настроила Всякие Пакости Потом Равно За них Извинилась Ну так Спустя Приличное Количество Ред Причем Пару Раз Но Как бы Сравнивало Меня Не в мою Пользу Вся Чешки Пыталась Взти Какой-то Негатив Любого Моего Поступка Усемляла Говорила Про меня Какие-то Небылицы Даже Уже Превзрослой Мне Моей Подруге Теперешней Потом Я спрашивала Что-то Показалось Действительно Вот так Говорила Бабушка Ну Ну я Ну я Знаете Как бы Не озлопилась И на людей Не кидаюсь Я не ору Там Под окнами Чисто Чтобы Привлечь Внимание Есть у меня Одна знакомая Девочка Как бы Ей не повезло С мамой Не то Чтобы мама Ее не любит Изначально Мама Очень хотела Ребенка Девочка Родилась Все Как бы Нормально Девочка Родилась Слегка Болезненная В принципе Из-за того Что мама Скажем так Не соблюдала Режим Питания И всего остального Будучи беременной Но В какой-то момент Получилось так Что Маме Стало Не до дочери Маме Стало Там вот Я не знаю Вот как это Понимать Устраивает Собственную жизнь Как ты можешь Ее устраивать Забивая при этом Собственного ребенка Ну Суть такая Что девочка Недолюбленная Девочка Изначально Была Вот Все такая Тоже вот Шумная Привлечь внимание То есть Все примерно Так же Вся вела Но у девочки По большей части Насколько мне известно Особо друзей нет Чисто из-за Ее характера Немножко пакостного Но вот Случилось так Что девочки Вдруг внезапно Там стали Допустим Ее отчим Стал относиться Вот нормально Как к своему ребенку От предыдущего брака И Вроде как Ее ругать И со стороны Кажется Вот он Такой плохой мужик Ругает Этого бедного Ребенка Недолюбленного На которого Всем кроме бабушки Нет дела Но Получилось так Что девочку Как бы научили Здороваться Говорить спасибо Говорить пожалуйста И при моем Последнем С ней Случайном Контакте Это Мягко говоря Был уже Вполне Адекватный Ребенок То бишь В принципе Из любого Ребенка Если он попал В подобную ситуацию Можно сделать Что-то хорошее Единственное Что Есть люди Реально Злые Сами по себе Там уже Ничего не поможет А есть те Которым Немножко Чего-то Не хватает Она как бы Стала Осознавать И понимать Что вела себя Неправильно Что лучше Чтобы добиться Вот такого-то Желаемого Результата Лучше Вот так Не делать А делать Как Иначе Люди Которые Называют Меня Злобной Хейтершей И так далее И Чем-то Подобным Вы Примерно Так же Ощущаете Себя Как я Сейчас Сказала Или Вы не Понимаете Что Я сказала Относительно Детей Да Кстати От нее Пахнет Как От конкретно Мясо А не Как Допустим От курицы Ну В том Плане Не Как Птица Как От Какого-то Животного То Себя Кабара Варила Или Лося Или Там Свинину С Бараниной С Говядиной Я Думала Раз Утка То Она Почти Как Курица Так Вот Я Надеюсь Что Я Ошибаюсь Конечно же В Своем Предположении Вам Ребята Хватает Мозга Писать Какие-то Гадости Мне И Называть Воспринимать Эти Слова Те Ж Личинки С Таким Негативным Оттенком То Наверняка Скорее всего Вы Позволяете Себе Грубости В отношении Своих Личинок И Даже Не Осоздаёте Что В принципе Немножко Внимания Это Ну Как Бы От вас Не Убудет А Скорее Воздаст Своей Сторицей Чем Наоборот Ну И Тот Факт Что Если Вы Завели Детей Во Первых Никто Не Обязан За Ними Смотреть Во Вторых Именно Вы Обязаны За Ними Смотреть А Это Этот Пену Снимала Там Садим Алла Пена Была Как Бы Вы Обязаны Удивлять Им До Хрена Внимание И Времени Вы Обязаны С Ними Заниматься У У У У Него Есть Одна Дочь Рожденная А Вторая У Потому Что Надо В Обществе Должно Быть С Двумя Детьми С Мужем Который Не Интересен Но Главно Не Одна Она Мне Сказала Ну Вот Ты За Это Время Никого Не Нашла Мне Так Хорошо Лучше Жить Одной Чем Допустим Как Она Как Многие Которые Это Делают Одегалочки Или Упарываются Удивляются Как А ты В Деревне Ничего Зачем Ты Едешь В деревню У тебя Женит Огорода Чтобы Там Упарываться Потери Пульса Зачем Тебе Надо Упарываться До потери Пульса Я Как-то В детстве Мы Жили Так Конкретно Очень Сильно Разошлись Во взглядах Но Бессрач Просто Перестали Общаться На улице Общая Здороваемся Типа Привет Как дела Но Тот тип Людей Которые Адекватные Люди А не Тот тип Людей Которые При встрече Делают Вид Что Они Не Знают Какую Пакость Пытаются Сотворить Но Она Мне Такую Интересную Вещь Ставала Тут Ложек Наверное Нет Я Говорит Ну Она Там Я Не знаю Сколько У нее Вообще Этих Мужей И Детей Сейчас Но Она Довольно Рано Родила Ну Как бы После Восемнадцати Ну Рано И Что У нее Не Сложилось С Мужем Как То С Ребенком Она Из-за Беременности У нее Ухудшилось Здоровье У нее Это Хоть Зубы Молочные А у нее Выпали Зубы Как раз Во время Беременности Чудо Она Как-то Особо Не Вставила Выпали Именно Те Которые Вот Эти Два Как вы знаете Как вы Некоторые Из вас Надо Мной Стебутся Из-за Этого Но Знаете Люди У всех Зубы Крупные У кого Они Уже Не Молочные А Постоянно Они У всех Такие Большие Крупные По Больше Чести Так что Когда Стебетесь На Домой Ремни Подобными Зеркало Не Забудьте Грелочь Так вот Она Мне Сказала Ты Еще Одна Это Почему Только Я Страдаю Ты Живешь Своё Удовольствие Надо Срочно Тебя Выдать За Какого Ни Алкоголика Чтобы У тебя Был Ревелок Я Молок Блин То Смысл Осознанно Менять Свою Нормальную Жизнь Ради Того Чтобы Стать Как Все Ну Такой Советско-союзный Комплекс С неполноценностью Родей Я думаю Когда Человек Наверное В те времена Одевал Чуть Чуть На какую Ни Там Шмотку Отлично От других То Наверное Такая Папа Боль Случалась Срющая Блона Все Такая Суховатая Это Вчерашний Урбич Я Что-то Так Потела На Этот Чай Что Я Сейчас Заварила Чисто Даже Не Пару Ложи Чахсейных Ну Вот Специальных Чая Солочков А Просто На Обом Так Засыпав Я Еще Туда Ирисик Приличный Сыпался О том Где-то Тут На Дне Пачки Был Да Кстати Остальные Такая Не Зачитала Я Вообще Такой Феерия Прям Премяник Личина Три Смайла Жущих Три Смайла Видимо Изучит Ну Смайлы Которые Как бы Сказать Показывают Психическое Психоэмоциональное Состояние Комментирующего В принципе Не такой Что Ну Че От Этого Никогда Дать Трэш Контент Я смотрю У вас Великовозрастных Личинах Прям Недостаток Сна Налицо Сказала Я Шесть часов Назад Потому что Хоть я об этом писала В телеге Но в телеге У меня внезапно Только 97 Вместе Со мной И моим Приятелем Я вчера ехала В деревню На автобусе В 6.35 Который идет Дальше Я в 5 час Достала Пока добиралась До такси Потом На такси До автовокзала И в автобусе До деревни Меня такие мысли Посещали Что он все таки Очень важная Часть жизни Человека Недостаток Сна Ведет К усталости Усталость Ведет К восприятию Шуток В негативном Контексте Ну Я имею ввиду Безобидные шутки Каких то Маленьких Моментов С негативным Оттенком Как Супер Что то такое Глобально Плохое Начинается Вспоминать Начинает Вспоминаться Все Плохое Когда-либо Случившееся В жизни Вообще Это я поняла После того Как Пообщалась С близким Родственником Очередным Очередным Путешествовала Скажем так В одно место Человек не выспался Потому что Была бессонница Ну и у человека Как бы такая ситуация Что Можно бы конечно Полежать Отдохнуть Но Не получится Вот именно В этот момент И человек Вспоминал Как вот Ну Пару трагедий Из нашей Из моей Нашей Общей жизни Из моего Скажем так Детства Потому что До 18 лет Люди Все таки Считаются Детьми И Вспоминала На те моменты Которые В которых Я как бы Не могла Присутствовать И первый Там был Ну Как бы Смерть близкого Родственника А второй Как раз Наше ДТП Где Я на тот момент Видимо Была в Ярославле В областной больнице А моя мама В морге В улице Я поняла Что человек У нас только Вот Ну Она не высыпается Из-за этого Ее Ее еще Триггерить Тут Другие Какие-то люди Не всегда В хорошем Плане И она У нее усталость Ей надо Чисто Поспать Пару часов И будет Все ништяк То это Действительно Зависит От Если Неполноценный Сон То Неполноценный Сон Ведет Грустным Негативным Мыслям Потому что Раньше Не всегда Замечала Иногда Бывало моменты Как бы я понимала Что я уставшая Я в этот момент Читаю Какой-то Доферна Высер То Я могу Либо Среагировать И ответить На этот Высер Вообще С оправданием Либо Перестать Хотеть Заниматься Тем Что Я делала Делаю Допустим Только Потому что Какой-то Глупый Человек Показал Своё Нутро Не постеснялся Показать Нутро И Я поняла Что Надо Это Как-то Как бы В какой-то Моменте Поняла Это И Стараюсь В уставшем Виде Не читать Комментарии Не общаться С людьми Которые Могут Принести Негативные Эмоции Сегодня Когда Помирала Очередной Раз Блин Все-таки Так жарко На этот Самый Сосуд Любом У меня Тут Пилочки Есть Из-за На Вчерашние Пока Окошко Непонятно Где Можно Открыть Пошире Это Окно Короче Когда Я Прочитала Тут Сначала Первый Камент Такой Думаешь Блин Видео Совсем Принципе Не об этом Почему Вы Цепляетесь К Какому-то Слову Которое Принцип Периодически Я Произвожу На Канале Это Как бы Падем Либо К этому Привыкнуть И Комментариях Это Произносит Ничего Плохого В этом Слове Нет Почему Надо Воспринимать Вот Именно С Таким Оттенком Потом Когда Я Вроде Как Это Поняла Что Надо Кстати Поесть Я Вроде Как Более Менее Жила Но Еще Не До Как То На Это Ответить Редмусуль Ну Понимаю Блин Это Конкретно Такой С одной Сторон Это Конкретно Такой Троллинг А с другой Стороны Думаю А не Легче Легче Записать Видео Во-первых Будут Просмотры Во-вторых Те Кто Любит Смотреть Видео С Хавчиком На Камеру Ну Как Б Порадуется Очередной Ролик С Хавчиком На Камеру Потом В-третьих Я Уделяю Внимание Человеку Который Специально Ждет Этого Внимания И ждет Именно Негативного Внимания А к Всему Виной Просто Что Я Плохо Спала Последние Три Дня И Сегодня В результате Как Вчерашняя Усталость Ну И Может Еще Чего То Может Реально Чисто Как Устало Мой Организм Так Среагировал Что Я Белуша Уня Это же Человек Кошку Убери Со Толла Противно Ему Поставил Кто-то Два Лайка Я Дима Это Те Которые Мне Что-то Не Нравится Смотреть Но Я Равно Смотрю Мне Тоже Кто-то Лайк Поставил Спасибо Потому Что Я Ответила Кому Противно Тот Не Смотрит А Мой Кондент Тех Кому Не Противно Ну Правда Нужно Из одной Тарелки С кошками Сто Едим Хотя Олеся Никитина Люля Почему Ты Называешь Детей Личинками Вообще Ты Называешь Личинками А Если Бы Там Веселился Твой Ребенок Ты Б Так Рассуждала Мол Моя Личинка Ржет Под Окном Знаешь Хочу Тебе Сказать Олеся А Да Кстати Мой Камень А Что Такого Ну И Там Конечно Старый Хейтер Мэри Поттер Которая Не Знаю Сколько Лет Уже Канал Столько Лет Меня Хейтит Высказала Своё Натаро Олеся Честно Хочу Тебе Сказать Если Я Внезапно Завела Детей То Я Как Моя Мама Занималась Детьми Воспитывала Бо Их Если Мои Дети Делали Какое Непотребство Или Вели Себя Как То Вот Особо Беспричинно Или Очень Громко Чтобы Проявлять Внимание Я Был Вежливо По-доброму И понятно Объясняла Бо Как Это Что Это Нельзя Делать В принципе Я Этим Страдаю Когда Общаюсь Иногда Мне Приходится Общаться С одной Девочкой И Она Себя Ну Как Бы Не Совсем Так Вот Ведет И Пытаюсь Объяснить По-доброму Плюс Минус Еще Несколько Детей Мне Таких По-жить Не Попадаются Количество Внимания Что Он Не Ржет Под Окнами Обязательно Кто Не Приведут Каменты И Поправят То Что Я Там Неправильно Произнесла Ударение За собой Забы Последить Никто Не Сомневается Что Тебе Не Понять Сказала Мари Поттер Просто Знай Как Аксиома Что Это Мерзко Она Видимо В школе Выучила Новое Слово Молодец Поздравляю Я Не Знаю В каком Ты Классе Была Когда Начала Мерзко Смотреть Кажется В 2016 Году А может В 15 Но Ты Выросла Мари Поттер Разрешаю Тебе Покупаться Я Судя Хотела Покупаться Но Лежала Что У меня Такой Кашет Пробрал Думаю Вроде Это Как И Простудиться Таня Потом Подумала Что Может Это Реакция Моего Организма На Усталость Ну Когда Человек Понимает Что Он Устал Но Я Поняла Майло Что Устала Но Мне Было Жалко Другого Человека И Я Вроде Как Через силу Пыталась Помочь В результате Устало Еще Больше Мне Потом Сказали На Мое Типа Можно Я На Час Позже Приеду Не Ну Ты Если Охреново Ты Мож Потом Вообще Приехать Стосицом И сметаной Говорит Татьяна Кас Вот Люди Если Вы Не Знаете То Попробуйте И Вареная Фасоль С яйцами Сметаной Можно Еще Чесночку Добавить Я Кстати Все Собираюсь Сварить Фасоль Я Тут Подумала В Какой Нее Суп Вместо Картошки Добавить Фасоль Предварительно Отмочив И Сварив Я Сегодня Планировала Сварить Суп С Харенсу И Листовым Салатом Причем Моя Тетя Не Знаю Что Суп С Листовым Салатом Я Только Сейчас Помнила Ну Вообще Потом Вспомнила Дома Что В Прошлом Газучит У У нас Очень Много Салата Было В Наших Соседей Там Тот Сказал Что Можно Сварить Суп Салатом Я Как Раз В Этот Момент Попробовала Очень Вкусный Ну Как Салат Листья Салатные Которые Крупные Уже Такие Можно Испоривать Как Обычную Капусту Может Еще Кусочек Сыграть Ну Я же Орех Сегодня Свой Не Ела Волшебный Ну Говорит Что Из Хаоренцу Можно Делать Суп Типа Слышала Что Делают Шпинатный Суп Я Что Так У нас Как Раз Этот Хаоренцу Как То Разрос Сто Выдирает Он Цвет Почти Перешел Думаю Га Сварить У меня Еще Мелкой Картошки Подогнали Такой Но Ее Как Удобнее Конечно Сварить В Мундире Потом Очистить И пожарить Или Салатик Делать Я думаю То ли Очистите И заморочиться Эту мелкую Очистите Суп Скинуть Или Ее Просто Изначально Сварить Потом Очистить И уже Готовую Там Добавить Суп Просто Чудка Прокипятить Пару Минут Закраку Шейку Варю Из-за Этого Сейчас А ну Я Свой Орешек А Это Вот Обновленная Баночка С орешками Из-под Бразильского Ореха Кстати Бразильский Орех Очищенный Мне кажется Этот Слегка Обжаренный В этот раз Я как бы Обжаренный По-моему Бразильский Орех Еще не ела Если ела То не помнила Ну Он просто кается Будто Бой Обжаренный Немножко Другой По вкусу Вот Зритель Напоминает Если У тебя Часто Плохое Настроение Ты Не высыпаешься И Возможности Выспаться Тебе Пока Не Не Предвидится Купися Бразильские Орехи Хоть Организм Витаминовый Попытаешь А вы Побольше Относительно Личина Если вас так Бомбит От этого Слова Но Жрать Как-то С вам Все равно Хочется Покидайте В комменты Как Вы Называете Своих Личинок Если Не У вас Есть Или Как Вы Называете Чужих Личинок Допустим Ошаканако Он Нанако Кода Моа Бэбе Насколько Помню Во французском По-моему Ребенок И Те Которые Относят Личинок Именно К Насекомым Вы Что Так Не Любите Насекомых Я Конечно Не Люблю Бабочек Вот Вчера Моя Племянница Одна Узнала Про Это Пчелы Мне Кажется Тоже Насекомые Да Что-то там Про животных Еще было Человек Тоже Животное В принципе Да Это По-моему У меня Было На Мыли Только Сейчас Найду Она В ответ На Комментарии Си Никитиной Написала Только Я не знаю Почему На Канарии Его Нет Животными Вроде Червей Медикум Одна Знакомая Девочка Поймала Птичку По Регенде Она Ее Освободила От Попыток Ужа Сожрать Маленький Птенчик Такой Ну Как Был С Ладошку Такой Птенчик На Мне Показала Желтородик Такой Но Он Е Червей Я Тут Полола Грядку Мне попался Чер Чер Госпожа С аватаркой С салатовыми Лодочками Ты Червей Не любишь Да Знаешь Такие Мармеладки Бывают Червячки Жевательный Мармелад Ничего Такой Попробуй Бразильский Олег Как обычно До столу Сейчас Ветерок Подул Так Слушай Зрители Я не знаю Занавеску Наверное В кадр Не влезает Но Я на себе Вдруг Почула Такой Невский Ветерок С одной Стороны Хорошо Что Лето Наконец Стало Ледом Потому Что Было Как-то Прохладно Зябко С другой Стороне Такой Резкий Переход В жару Довольно Проблемно Потому Что На автобусе Если Ехать Древних Надо Утром Вставать Вызывать Такси Хорошо Если Попадет Сады Квас На такси Жару Днем Уже 12 Часов Идет Еще Сколько Обедишь На вечерний Это Довольно Проблемно Ехать Если Жару Плохо Переносишь Да И кошке Переноски Тоже Не особо Так Кайфово Будет Даже Эти Пиончики У меня Колышет Ветерок Почему Лето Не может Быть Средне Арифметическим 25 градусов С небольшим Теньком Периодически Дождиком Потому Что Надо Поливать Растения Которые Цветут Дают Нектар Пыльцу И пчелы Его Собирают И делают Мед Особо Жарко Лето Ведь Нехорошо Для пчел Так Я там Начала Немножко Негативной Нотой Я Тем Людям Которые Пишут Мне Гадости Не Только Мне Желаю Выспаться И Чего Нехорошего В жизни Чего Нехорошего В жизни Что Поможет Им Выспаться Потому Что Все Проблемы Идут От Незасыпая Допыт Зазревают Так Думаю Чтобы Их Личинки Получали Достаточно Внимания От Нех Самих И Не Орали Под окна Сегодня У нас Тихо Чтоб Им Хватало Мозгов Чтобы Вам Дорогие Любители Насрать В каменты Хватало Мозгов Уделять Внимание Своим Личинкам И Хватало Времени На отдых Вместе С Личинками Ну Это Всем Кто Что Либо Высвет Под Этим Видео Или Что То Напишет Доброе Вообще Всем Кто Оставит Какой Либо Комментарий Под Эти Виде Обязательно Зачем Если Комментарий На момент Моего Прочтения Еще Будет На канале Я поставлю Вот это Вот Сердечко Потому Что Те Которые Пишут Что То Хорошее Они Реально Заслушивают Сердечко Спасибо Вам Мне Очень Приятно Читать Хороший Комментарий А Те Кто Пишет Какую То Дичь Но Они Просто Несчастные Люди Им Завидно Что Я ставлю Сердечки Другим Они Тоже Хотят Так Что Пусть У нас Будет Равноправие Всем Сердечки Всем Пока Чавк Чавк Чавк